Город сексуальных меньшинств и ведьм. Никогда не пейте за рулем. Медовая пшеничная. Дохлая мышь. Одной ногой в Пенсильвании. Всем привет! У нас есть куча излюбленных мест, недалеко от дома, в которых мы были уже тысячу раз. Но тогда мы еще не снимали видеоблог. Сейчас мы будем наверстывать упущенное. Поедем мы в городок Нью-Холп, Пенсильвания и побываем там вместе с вами. Погнали! Поехали! Местечко Нью-Холп в Пенсильвании находится в 40 минутах езды от нашего дома. Очень хорошо прийти сюда погулять с семьей. Хотя это место считается такой тусовочной довольно-таки. А едем мы по полям, фермам. О, кстати, там пасутся коровы черные. Да, классные. И вот он, бычок. На ногу у них тут скота, кстати. О, мы въезжаем уже. Приехали, Нью-Холп. Да, мы въезжаем уже в Нью-Холп. Какой был лет не просьб. У нас заснул ребеночек. Я думала, это статуя. Непонятный зверь. Кстати, так мало народа. Никого нет. Это очень мало. А, все понедельник сегодня, вчера народ. Мы любим гулять, когда никого нет. Наверное, вчера было плюс 20 градусов. Это вчера, наверное, тут было битком все забито. А летом вообще столько туристов и иностранцев. Очень толерантно относятся к геям. Ой, красивый. Здесь какие-то гурметы. Маркеты. Кстати, там можно идти в маркеты. А, и, кстати, я не знаю. Мы уже давно не были. Я надеюсь, работает. Да, French Bakery. Видите, French Bakery. Вот мы туда пойдем. Там владелец француз. И они там столько интересных десертов делают. Фланы, круассаны. Всякие корзиночки. У меня уже с людьми текут. Кстати, новогодние украшения еще не сняли. И елки даже там горят. Мы всегда паркуемся около пивоварни. Называется «Триумф». Здесь железная дорога. Я подошел платить к этому аппарату. Только подошел платить, как подъехала женщина, которая сказала, что я уже заплатила на пару часов вперед, и я уже уезжаю. Поэтому я вам отдаю свой парковочный оплаченный талончик. Мы на полтора часа получили бесплатную парковку. Такие люди добрые, заботливые. Идем в пивоварню «Триумф». Здесь везде флаги радужные. Здесь по вечерам выходные играют в живые группы. Мы с собой принесли вот такую бутылку стеклянную. Объем у нас 1,89 литра. Это 64 унцы. Возьмем какого-то легкого, потому что вы видите, что справа «Sketch L», «Holiday A» и «New England IPA». Это все «Strong Beer» больше 7% алкоголя, больше 7 градусов. А вот слева 4 вида. Мы что-то выберем из этого. Это такое полегче. 4-5 градусов в самый раз. На «To Go» вы заметили, да? Вот написано «Beer to Go» 64 унцы, 32 унцы. То есть 20 долларов нам бы обошлось пива, если бы у нас не было бутылки. Так как у нас бутылка на 64 унцы, рефил будет стоить нам 15 долларов. Это наше первое блюдо «Potato Lick Soup». Лик – это такой лук, вид лука вот это у нас сверху лежит. Я думаю, что это французский лук порей, наверное. Что? Вкусно, я люблю такие. Кремовая текстура. Входные здесь очень шумы. Здесь бенды играют. Там наверху зал, здесь зал. Сейчас ланч прекрасный. Взяли вот такой маленький стаканчик. Сколько здесь? А, 12 куцей. Маленький стаканчик. Да, совсем-совсем маленький стаканчик. Просто попробую, я пару глотков сделала. Медовая пченочная. И Валера тоже пару глотков. Вот здесь у нас есть описание. Все виды пива, которые есть на разлив сейчас, которые готовят в этой пивоварне. С описанием, с крепостью его цены. Так, пробуем следующий вид. Келлер-бир, нефильтрованная. Салат Цезарь с лососем. И это шримп темпура. Шримпы в кляре с халапине, перцем. И яблочком. Короче, оригинально, очень вкусно. Маринованное яблоко, халапине, перец, зелень. Шримп темпура, креветчики в кляре. И салат Сизарь с кусочком салмана. Все, друзья, мы будем есть, извините. Тут уходит прогулочный поезд. По дороге Нью-Хоу, Ивиленд. Железная дорога. Экскурсия с рассказом об этой местности. Я знаю, что люди любят конкретную информацию. Поэтому вот вам, друзья, мои расчеты. Супчик за 7 долларов. Это закусочка с креветками 13 долларов. Салат Цезарь 15 долларов, 10 плюс 5. Два стаканчика маленьких пробников по 250 миллилитров пива по 4 доллара. И рефил нашей бутылочки. 1,89 литра 15 долларов. Добавим сюда тексы. Оставим сверху типов. Принесо давать 15% как минимум от чипа. Но если ты доволен сервисом, то ты оставляешь больше. Мы сюда как минимум 20%. Все, мы сходили на ланч, покушали. И пошли гулять дальше по Нью-Хоупу. У нас есть пара часов, чтобы прогуляться. Никогда не пейте за рулем, друзья. За рулем пить неудобно. Стола нет. Пейте за столом. Вот одна из достопримечательностей городка Нью-Хоуп. Это железная дорога. Раньше здесь ходили поезда. А сейчас это для развлечения. Это прогулочный ретро-поезд. 40 минут едет, и ты сидишь, смотришь по сторонам на природу. И они рассказывают про этот город по Нью-Хоупу, его историю. От железной дороги. Здесь тоже ботики разные, магазинчики. Я даже не знаю, на чем держится их бизнес, потому что... Ну, летом держится на туристах, конечно. А вот зимой вообще безлюдно. Если только эти магазины через интернет что-то продают, какие-то сувениры. Потому что так невозможно сейчас прожить, продавая надежду какую-то. И вот на углу магазин с сувенирами, с которым у меня связана интересная история. Лет 5 назад я покупал на Новый год всем своим знакомым маленькие сувениры. И зашел я в этот самый магазин. Вот в этот магазин я зашел за сувенирами лет 5 назад. И что вы думаете? Выбирал я, выбирал. И мне продавец говорит, такая классическая американка в клетчатой рубашке, в сапогах, в джинсах. Говорит мне, вот, обратите внимание на вот эту вещь. Я смотрю, там маленькая шкатулочка такая, типа серебряной. Я взял, ну, покрутил в руках шкатулочку эту. Потом решил открыть. Открываю скатулку. А там, кто бы вы думали, а в скатулке лежит самая настоящая дохлая мышь. Атмосфера этого городка. Народ почти не гуляет. Потому что сегодня понедельник. А бывает такое совпотворение, что просто невозможно, невозможно переходить дорогу. Я не знаю, слышно или нет, но часы бьют. Данкин-Донатс оригинальный. А там, кстати, Старбакс через дорогу. Очень интересные магазины. Закрытые. Не, ну, страшный магазин, конечно, ужасный. О, еще один магазин. Устрашающего вида. 1966 год открытия. Всякое старье продают. Всякое барахло. Просто Барби, я не знаю, какого года. Вот такая красивая женская одежда. О-оу. Старые галстуки. Обычная витрина одного из магазинов в Нью-Холпе. Всякое, всякое, всячина тут. Не будем заходить в этот магазин, но я покажу внутри. Благовония, камни. Вау, страшающе. Видим вот этот вот мост впереди. Это граница штата Пенсильвании, штата Нью-Джерси, штата Нью-Джерси, штата. Если вы пойдете по этому мосту, вы будете на середине моста одной ногой в Нью-Джерси и одной ногой в Пенсильвании. Страшные инсталляции можно тут увидеть. Вот люди покупают такие дома. Где-то, может быть, на 500 тысяч долларов стоит 600-700. И делают из него отель ИНН. Идем в нашу любимую бейкель. Французская. Да, по понедельникам она закрыта. Очень жалко, они такие вкусные десерты делают. Давай сойдем в Старбакс. Американский Старбакс. У них, кстати, есть коллекция по штатам. Они продают вот такие чашки. Я думаю, что везде так. У нас в Пенсильвании и Филадельфии чашка. Это чашка Пенсильвания и Филадельфия. Есть города, по-моему, крупные города и штаты. У меня есть одна знакомая, которая коллекционирует эти кружки. Представляете, сколько надо иметь дома места, чтобы эти кружки разложить. У нас вообще дома не хватает места ни на что. Вообще ни на что не хватает. Вот разные сладости. Интересное наблюдение. Это здание, где находится Старбакс. Я вам показывала его ранее. Очень старый. И здесь находился раньше Толбери Национальный Банк Это мост через реку Делавер. Очень часто штаты разделяются именно реками в Америке. Середина этого моста это граница между штатами Пенсильвания и Нью-Джерси. То есть на противоположном берегу уже Нью-Джерси. Вот это самая граница Пенсильвании и Нью-Джерси. Вот вы видите? Сейчас вошло в моду такие делать. Типа фудкорты в разных местах. Там видите конфеты. Дальше там кофейня. Здесь винный бар. Вот это рэмп. То есть эта дорожка сзади идет для того, чтобы могли инвалиды ехать или можно было идти с коляской. Очень удобно. Сделано все для людей. Супер. Тут не все работает. Сегодня понедельник. Не были уже в этом городке около двух лет. И за это время можно сделать следующие выводы. То есть раньше этот маленький курортный городок славился в основном вот этими сувенирными магазинами, какими-то красивыми видами, барами. И в принципе такое было ощущение, что все эти бары народ бьет. И ничего такого сильно интересного нет. И какие бизнеса здесь будут развиваться, совсем непонятно. А сейчас, через два года, мы видим, что все-таки развитие есть. Вот сзади меня вот этот фудкорт, в котором 10 разных мест интересных, там где можно и поесть, и выпить вина, и выпить кофе, съесть десерт, и основное что-то покушать. То есть появляются новые места. Вот этому месту, которое сзади меня, куда мы только что заходили, два года отстроилось новое место. Сзади меня, вы видите, еще строят очень большое здание. То есть что-то новое все-таки будет. Город обновляется, город живет. Приезжайте в New Hope. Здесь не только геи и ведьмы, здесь очень интересно. Акстелла – это ресторан и отель. И рядом вот этот Бакс Каунти Плейхаус. Это, по сути, театр. То есть здесь ставят и показывают разные пьесы. Вот что идет сейчас в Бакс Каунти Плейхаусе. Валерий, расскажу здесь немножко о вас. Сзади меня находится бар. Литер? Да, представляешь. Сзади меня находится бар Заннен Петерс. Такое заколучное место. И вот вы сейчас можете видеть, вот здесь Open Night Night – открытый микрофон, ночь открытого микрофона. То есть можно в понедельник приехать сюда и спеть свою песенку. Я раньше приезжал сюда и пел свои песни, приезжал с друзьями, чтобы попробовать свои силы в Америке. Какой-то на английском пел, что-то на русском для интереса. В общем, здесь целая аллея с барами. И однажды мы с друзьями, с Саньком и с Вовой приехали сюда, так подпили неплохо и общались с американцами. На ломаном английском тогда. На ломаном английском общались с американцами, узнали, что у них группа, они нам даже дали диск своей группы и что они знают песню «Подмосковные вечера». Ну а мы, в свою очередь, научили их играть. Егора Летова песню «Все идет по плану». Идет, идет по плану. И вся грязь вывратилась в голый лед. Все идет по плану. Идет по плану. И в речной тушкой лени Хороший был флот И все другие отстрелные. Вот такое веселье. Кстати, видео вставишь потом? Да. Целая аллея с новыми барами, со старыми барами и с маленькими магазинчиками. Я купила модерин. О, это очень вкусно. Такие маленькие печенец. А вот там, вы видите, изделия из кожи, искусства, ножи написано. Много таких лавок и можно эксклюзивные вещи приобрести здесь. Вот печенье Мадлен. Мадлен это называется по-русски. Да нет, мне только 20, сказал ты не будешь. Все идет по плану. Друзья, это эксклюзивный. Блэй, мне кажется. Друзья, просто гибли. А перештройка все идет и идет по плану. И сыграть превратилось коллилоти. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану.